здравствуйте дорогие друзья с вами наталья сейчас только 6 утра и я решила выкроить минут 10 показать быстренько что-то интересное из мира моих орхидей сейчас выпаду из графика связи с ремонтом как я говорила мысли заняты не орхидеями конечно я про них не забываю но стоит ужасная жара им плохо и попугаем плохо ну и конечно страдаем все мы люди ну жить как-то надо приспосабливаться и уход за орхидеями вот в это жаркое время немножко осложняется вот такими ситуациями когда надо как бы им уделить больше внимания а как раз таки времени на это нет где-то утром полчаса все-таки я могу уделить своим орхидеям я быстренько пробежала смотрю какой орхидей надо принять душ вот я считаю что от жару люди спасаются вот водой морем душем бассейном такой же душ и нужен для спасения орхидеев очень жарко быстро происходит испарение из корней из листьев но при этом знаете все таки нежелательно их слишком переувлажнять то есть часто поливать принципе я поливаю также один раз в неделю но может быть один раз в пять дней не чаще так как вот это вот жара вот эта повышенная влажность грунте у тебя будет способствовать всплеску заболеваний и грибковых и бактериальных и вот размножается всякая вот эта нечисть вредители вот даже которые спали долгое время вот таких вот условиях жарких влажных для них вот прям рассвет все личинки так быстро вот проходят эту стадию вот эти все насекомые вылупляются все таких ускоренных таких ускоренных темпах а жару химию от этих вредителей тоже так не хочется использовать и вы знаете я спасаю свои орхидеи таким душем горячим подозрительно где на листьях я вижу уже какие-то укусы какие-то ямочки вкрапления я беру эту орхидею несу ванну и включаю довольно сильный тушь и даже вот горячий где-то 40 50 градусов но рука конечно терпит не кипяток это можно вообще сварить орхидею и минуту две я проливаю с каждой стороны листа вот этим горячим и горячей струей душа но умеренно горячим я говорю так градусов 40 50 не больше всякие вот эти личинки насекомые они будут смываться я промываю хорошо грунт вот я пробовала бороться химия конечно я тоже использую время от времени потому что когда коллекция разрастается вот эта сгущенность вот этих орхидеи у на наших подоконниках то уберечь их от нападения каких-то насекомых болезней но очень сложно поэтому просто своевременно и с профилактической цели надо их обрабатывать промывать только так можно спасти особенно такое жаркое время особенно вот трудно бороться я как поняла с клещом вот на моей орхидеи гаги и вам просто показываю фон этот мою мою орхидею попугая и вот этот цветочек так интересно зацвел сейчас я пойду в другую комнату конечно вам покажу несколько других орхидей но просто хочу коротко рассказать как я вот борюсь вот с насекомыми бредители особенно с клещом с мучнистым червецом вот именно в жаркое время еще раз повторюсь я промываю их обильным горячим душем даю им немножко постоять если мне надо обработать а еще каким-то средством а я скажу от клещей это вот такая зараза вот фитоверн а октара в принципе не помогает но вот эти поверхностные если вот они сидят на листе под листом может и смоются могут и умереть но основная масса все-таки октарой убить но просто невозможно есть акарициды специальные такие средства но условия квартиры вот пользоваться ими конечно сложно чем сложна обработка орхидеи от клеща в том что чтобы это было действенно во первых нужно правильные препараты вот именно от клещей использовать вот санма это обычно заказываем на вот этих сайтах почему-то магазине никогда не встречала и некоторые другие но именно окарициды вот именно который борется с клещом рекомендуется не просто так опрыскать листья вот как я делаю иногда для профилактики октара и фитоферма это не поможет борьбе с клещом нужно стоять и замачивать эту орхидею целиком полностью но где взять об такой объем раствора такую тару есть орхидея маленькая или вот вы это совмещаете с пересадкой это конечно очень даже возможно но когда уже крупная вот как моя например гага орхидея ну как я ее замочу полностью я и время от времени конечно сбрызгиваю вроде она прохладное время стояла без всяких вот повреждений на листах участ наступило лето я опять вижу один лист покусанный возможно проснулись какие-то спащие личинки яйца вот этих вредителей и вот эти погодные жаркие условия способствуют бурному их развитию поэтому как я говорю я спасаюсь горячим душем и конечно сразу все орхидеи которые мне чем-то подозрительные вот принц кухни разрывается сейчас пойду на кухню дам им по шее вот что-то назарался он с пяти утра требует прогулку лето на него тоже действует так возбуждающе он шумит поет кричит а реки сидит наверху тяжело дышит ей очень жарко они в шоке от шума который создает ремонт мой ванной комнаты короче всем тяжело этим летом да принц иди себя потише ты же не битух который кукареками 5 утра всех будить короче клещ это счета зараза если можно убить клеща но яйца отложенные чтобы убить это нужно все время с интервалом неделю повторять обработку потому что личинки яйца они не употребляют вот эту заразу обычное действие через вот кишечно-контактная вот это моя орхидея белая мне она очень нравится из-за своей серединки сейчас я вам покажу еще несколько орхидей еще вот эту сюрприз мою орхидею которая все ждала когда она расцветет но когда она расцвела она меня не впечатлила я даже забыла вам показать вот сейчас я вам покажу вот она эта орхидея очень много она мне дала бутонов ответвлений посмотрите сколько здесь бутонов и мне казалось она будет какая-то розовая но она оказалась белой с такой бордовой серединкой конечно когда много много бутонов вот эти все бутоны распустятся и будет много много цветков конечно зрелище будет красивая сама орхидея к ней все нормально вот я снимаю сейчас ее мне надо помыть вот утром перед работой я так знаете галопом пытаюсь несколько орхидей хотя бы обработать или полить или протереть или что-то с ними сделать иначе потом в течение дня мне просто нету времени ими заняться скорее всего это орхидея ред лип вот так начала цвести орхидея фокус здесь тоже вот эти два цветка это ответвление от старого цветоноса и вот еще один новый цветонос двумя бутончиками такой яркий красивый просто феерический цветочек малышей конечно проверяю которые 17 или не то что малышей вот последнее мое приобретение у которых даже были цветоносы это полученные по почте и вот скоро я увижу то ли орхидея соответствует ли заявленному сорту увидим все вместе вот пример цветения и вот один цветочек покажет себя очень даже скоро вот еще одна белая красавица которая полностью распустила все бутоны цветочки не крупные но это орхидея мне нравится больше чем вот которая расцвела моя орхидея белая сюрприз ней возможно я расстанусь знаете я сейчас стало намного проще расставаться с орхидеями те которые очень переросли крупные или например вот которые дублируют белые например но я люблю белые орхидеи но вот у этой тоже такая бордовая какая-то серединка и у той но это интереснее поэтому я считаю они похожи и я выбираю одну из двух которые мне более милее себе а другую другой нахожу новую хозяйку я вообще заметила сейчас проще расстаюсь орхидеями потому что я могу приобрести какой-то новый интересный сорт хочется с каждым годом что-то новое показывать и вам и самой видеть и менять способы ухаживания которые орхидеи живут у меня давно уже старые орхидеи перевести на другой вид грунта или даже перенести на другой окно проблематично они сразу вижу недовольны этим и как-то покажут или будут сбрасывать цветы или даже могут заболеть обычно те кто начинают заниматься орхидеями пробуют я иногда дарю орхидеи ну конечно я стараюсь обязательно чтобы эта орхидея была здоровая чтобы она им не доставила хлопот и они не разочаровались в этом увлекательном деле деле разведения орхидеи вот несколько орхидей меня знаете летним цветением но не впечатлили вы узнаете эту орхидею это моя фронтера посмотрите вот такое она дала мне летнее цветение блекло и неинтересно вообще я не узнаю свою фронтеру я сейчас найду фото как она цвела где-то полгода назад разве это сравнительно вот летом даже вот таким образом орхидеи бастуют и дают вот вроде много света должна быть мне казался цветок ярче но нет вот такие метаморфозы могут быть с летним цветением а еще вот еще одна удала мне вот такое цветение вы узнаете это розовый дракон розовая что тут осталось чуть-чуть в ободочке лепестка можно сказать даже она уже стала белой тоже вот такое невзрачное и такое вот цветение почти белой орхидеи тоже я если найду фото как она цвела и сравним вот вот эти две орхидеи конечно цветением летним меня не порадовали ну вот такое разнообразие внесли они в свою жизнь и в мою тоже посмотрите как пышно расцвел мой black velvet вариант летнего цветения много белого хотя должно вот остатки зимнего цветения вот так солнышко разукрасила цветы добавила белого цвета даже где-то добавила розового вот такие они все пёстрые как люди с веснушками летом ходят дети вот такие цветочки солнце вносит свои коррективы в расцветку цветков напоминают о себе вот только биг бен меня радует и зимой и летом и каждый цветок немножко отличается шикарная орхидея шикарной расцветкой смотрите каждый цветок немножко разукрашен по-разному на сегодня наверно буду заканчивать сейчас мне надо еще бежать на работу вечером бежать на рынок стройматериалов за плиткой вот такая меня сейчас же сейчас вся в бегах все на ходу и и любуюсь на ходу и ухаживаю за орхидеями на ходу вот кстати видите я вам показывала что такое же бледное незрачное цветение летом не выдал и пират пикотель вот так солнышко съедает часть красоты цветочков ну вроде такой же яркий остался в марте но на сегодня все всем пока рекой здесь вообще надо купаться а не пить рекой жарко тебе птичка жарко всем жарко а сегодня раз купалась вот смотрите я к ней подошла принц сидел наверху скорее спускаться что-то вдруг он пропустит скорее спускайся принц ты должен контролировать да а мы с рекой все просто решили поздороваться утром и кусь давай искупайся посмотри какая водичка смотри рекуся смотри сюда и даже аппетита нет я почти корм меняю все равно на него почти не едят так птичкам тоже жарко сейчас меняю им в клетке тут все выпустила их немножко погулять прием ты лазишься тебе не жарко приц ни разу не купался вот он только пьет из этой кутальни воду они тоже вчера бесились и и поилку каким-то образом свалили я не знаю сколько времени они просидели без воды пока потом вечером обнаружили что поилка вся валяется и без воды и когда новую воду им налила как они налетели бедная рекуся пила пила никак могла не могла напиться поэтому уйти куда-то чтобы ремонт без меня взду я не могу мне кажется только я вот такие тонкости замечу что рекуся хочет пить и не может пить да и кусечка как они переживают когда чужие люди к ним подходят шумят ходят письмусь потерпи немножко как это не нравится реку сику нервничают целые сутки первый день когда все ломали как бы демонтаж ванны полностью вы целые сутки они не ели не притронулись были в шоковом состоянии я уже их вынесла на балкон сидела вот так с ними объясняла им что это не навсегда прикольно сейчас немножко она успокоилась и тоже вот как многие пишут начинать ремонт это вот страх искать каких-то мастеров один не приходит задерживает работу другого и в это и летом в жару все так усложняется конечно в планах было весной делать ремонт на карантин нес свои коррективы откладывать я не хотела хотя бы в этом году сделать еще и балкон чтобы новый домик был для орхидеи и чтобы птички там тоже могли иногда находиться скрыть их от палящего солнца растеклить да рекусь что тебе принц поет разрывается ты скучная такая не купайся не кушаешь давай взбодрись так же и заболешь не долго хорошо давай искупайся покажи как ты купаешься спустился на разборке он тоже не купается а пьет эту воду так же так же тут без тебя что-то происходит да надо спуститься сейчас реки сгонишь что ты будешь делать хочется все тебе и посадить воду вот пришел для чего ты пришел явно ты пришел на разбор смотрите куда она сядет если я подхожу он ее сгоняет и кусь она сейчас сидела то на руке посмотрите принц уселся на камеру представляете а она взялась я тут вожусь кухне утром на работу сейчас собираюсь и она следом за мной то мне на плечо сядет то на руку а он нас преследует она каталась у меня на плече представляете он прилетел сел мне на голову она сидела на плече он сидел у меня на голове посмотрите как она тяжело дышит как ей жарко и не хочет идти купаться сейчас я наверно их через пульверизатор что ли побрызгаю жарко же тебе рекуся ну что ты не купаешься посмотрите он опять сел на камеру он не хочет чтобы я снимал он грызет мою камеру это наглая морда принц уходи прыгай вот спрыгнул представляете он тоже тяжело дышит ему тоже жарко но он все равно преследует нас реки у тебя и песни выбери да покрасивее мелодию у каждого самца своя песня они пока молодые они ее подбирают вот такая визитная карточка их будет вот что-то наподобие будет визитная карточка самца принца да принц принц ты без хохолка вообще не симпатичный вообще ты не симпатичный без хохолка да подними его хоть смотрите как тяжело дышит сейчас 7 часов и у нас уже где-то градусов 30 днем конечно зашкаливает к 40 а мне сегодня предстоит или завтра мотаться искать плитку идей пока нету никаких это маленькая ванная в хрущевке очень трудно что-то выбрать все советуют совсем разное по своему вкусу но я решила буду делать то что нравится мне выбор за мной да принц ты уже зашла клеточку давай давай не выходи пожалуйста давай иди клеточку давай давай принц пеком пеком я уже на работу опаздываю ребята пеком быстренько принц давай давай кому сказала я видишь как ты тяжело дышишь давай заходи хватит летает давай пеком быстренько принц да кому говори думаешь ты еще из-за вас на работу опоздаю давай пеком пеком молодец ну тебя уговаривать конечно надо помолодец воду на всякий случай поставила в пиалке видите как пить хочет видите как они пить хотят налетели на листья салата прохладной воде смочила их как ты взявкаешь прям как нарекущую кого-то тебе не хватит он целый веник я вам поставила приз не не борзей это ему и хватит